Приветствую вас, друзья, на моем канале. Здесь мы с вами обсуждаем все, что происходит в Италии и не только. И сегодня у меня для вас очень важное видео, после которого многие из вас, работающих в Италии, вздохнут с облегчением. Потому что зеленый Green Pass нужен не для всех рабочих. Я вам сейчас расскажу. Вот правда сегодня, знаете, не спала всю ночь, вот нарыла вот эту информацию и спешу вам донести, друзья, потому что это вам по телевизору не скажут. А если скажут, то в двух словах. Итак, давайте я вам сейчас расскажу. В общем, смотрите, друзья, в компаниях с менее чем 15 сотрудниками новые правила позволяют работодателю временно заменять работника без зеленого пропуска. Да, это мы знаем, да, что могут отстранить, но не уволят. Дальше смотрим. Источники в правительстве подчеркивают, что в постановлении об обязательствах для государственного и частного сектора, одобренном в четверг в Совете Министров, фактически статья 3 гласит, что на малых предприятиях после пятого дня неявки работодатель может отстранить работника на срок, соответствующий сроку трудового договора, предусмотренного для замены. В любом случае на срок не более 10 дней, понимаете? Если это маленькое предприятие, где не более 15 сотрудников, то могут отстранить на срок не более 10 дней, но не позднее 31 декабря 2021 года. Смотрите, если отстранят всего на 10 дней, ну, сделаем себе небольшой отпуск. Дальше смотрите, почему они это хотят сделать. Так, минуточку. Сразу после утверждения указа также попростили внести ясность в правила, регулирующие отстранение и замену в деятельности с 15 или менее сотрудниками, подчеркнув, что находящиеся в обращении проекты предусматривают период приостановления работы для компаний такого размера для работников без пропуска не более 10 дней. И что сформулированная таким образом мера рискует создать трудности в организации работы, ставя под угрозу само продолжение деятельности. То есть предприятие с таким маленьким количеством сотрудников, если они будут отстранены на долгое время, то есть это угрожает самому предприятию, понимаете, и трудовой деятельности этого предприятия. Теперь знайте, друзья, что самое главное, если на вашем предприятии работает не более 15 человек и у вас нет зеленого грин пасса, вас могут отстранить от работы на срок не более чем на 10 дней. Потому что если вас отстранят на более длинный срок, это угрожает уже самому предприятию, деятельности самого предприятия. Я думаю, вы все поняли, да, и сейчас многие из вас вздохнули с облегчением. Я думаю, срок 10 дней, если отстранят это, срок небольшой, это можно будет пережить. Самое главное, что вам не надо будет делать этот зеленый грин пасс. И это еще не все, друзья. Еще есть новости, для кого не нужен зеленый грин пасс. Еще, друзья, смотрите, для кого не нужен будет зеленый грин пасс на рабочем месте. Это магистраты и сотрудники Банка Италии, помощники по дому, сиделки, электрики, водопроводчики, министры и служащие муниципальных советов, губернаторы и региональные советники, избранные на выборах, волонтеры на срок до окончания чрезвычайного положения, то есть до 31 декабря. Еще смотрите, если у вас есть возможность работать на удаленке, то зеленый грин пасс вам не понадобится. Дальше еще смотрите. И вот смотрите еще что. Вы уже знаете, да, что с 1 сентября зеленый грин пасс обязательно нужно показывать на самолетах, в поездах. Но смотрите, в каких поездах только Хайтспид и Интерсити. Если другие поезда, то возможно туда можно будет без зеленого грин пасса, то есть поезда другой компании. Вот здесь именно указывается только две компании, Хайтспид и Интерсити. Но на автобусах дальнего следования это вы уже знаете. Видите, даже обвиняемые свидетели и гражданские стороны, эксперты не должны предъявлять его в зале суда. Если адвокаты осуществляют деятельность в юридических фирмах, то тогда они должны иметь зеленый грин пасс. А если они идут в суд, то они не должны предъявлять. Вот видите, как все закручено. Ну я думаю, разберетесь, да, я вам ссылки оставлю под видео и в закрепленном комментарии. Еще почитайте сами. То есть видите, тут так вот все закручено, замучено, что разобраться трудно. Но я думаю, вы разберетесь. Также еще, друзья, что важно, что не надо будет зеленого грин пасса для того, чтобы заполнить какие-то документы в коммуне, там получить какие-то карты не дита, там кодичи фискали, заполнение каких-то документов, таких как изменение места жительства, там публикации свадебных этих публикаций, семейный статус или смена места жительства. Для получения документов в коммуне вам не нужно будет этот зеленый грин пасс. Вот мне часто писали, наверное, это боты, писали, что вот теперь даже документы не получить в коммуне без зеленого грин пасса. Это неправда. В коммуне вы можете получить все документы, которые вам нужны без зеленого грин пасса. Еще, для посещения врача или стоматолога зеленый пропуск не требуется. Ну вот я вам рассказала, друзья, очень важные моменты, куда надо, куда не надо зеленый грин пасс. Я вас прошу, очень прошу распространить это видео, потому что это очень важная информация. Многие люди уже запутались в этой информации. Я, друзья, не спала всю ночь, искала это, потому что вы это не услышите по телевизору. Очень прошу вас распространить этого видео и до следующих итальянских новостей. Спасибо.